Уважаемые друзья, вот уже 4 года проводится рейтинг лучший командор года. Лучшим командором года становится собака, которая на протяжении выставочного года набирает большее количество баллов за выставки. Это и поездки на зарубежные выставки, это и внутренние выставки, монопородные выставки. В этом году мы опять награждаем победителей рейтинга 2010 года. В этом году победителем рейтинга стали открытие 2010 года. Дарь, мы просим ее в ринг. Победителем рейтинга лучший командор года 2010 года в третий раз стала Анна Стефания. Эти собачки ездили в 2010 году на чемпионат мира, на чемпионат Европы. Участвовали на всероссийских выставках и показывали замечательные результаты. По результатам этих выставок обе они стали победителями рейтинга 2010 года лучший командор. И мы просим Илону наградить наших победителей. Думаю, что это будет и для них почетно, и для всех нас. Сейчас выручаются дипломы победителям. Но помимо дипломов у нас есть и подарки. Подарки памятные. Думаю, что они очень понравятся нашим победителям. Также в этом году по результатам рейтинга у нас есть призер. Юная девочка, которая, к сожалению, не участвует в нашем празднике. Но мы просим ее хендлера, Наташу Куприянову, получить за них приз. И мы поздравляем ее от всей души. И Наташу тоже. Это и ее заслуга. Пожалуйста, поддержите наших победителей. Они действительно очень-очень много сделали для того, чтобы не стать. Это очень почетно. Победитель рейтинга награждается переходящим кубком. На этом кубке каждый год гравируется кличка собаки, ставшей победителем. Поэтому этот кубок стал для нас символичен и почетен. Он передается от победителя к победителю. Но вот уже три года он остается в семье Анны Стефании. Надеюсь, что четвертый год все-таки мы у него отберем. Большое спасибо нашему победителю. Мы еще раз поздравляем.